Друзья, пока мы не начали, хотелось бы попросить минутку вашего внимания. Мы рады заявить, что у нас появился собственный канал в Телеграме, где вас ждут не сухие новости, а зубодробительный авторский контент от нашего канала. А еще возможность с нами поболтать, ценные розыгрыши, рекомендации кино и сериалов и куча всего интересного. Будем очень рады, если вы перейдете по ссылке в описании, и мы будем на связи круглосуточно. Игра Престолов не желает сдавать позиции одной из самых популярных франшиз современности. Оригинальный сериал был настоящим событием, каждую серию которого ожидали, собираясь большими компаниями. Неудивительно, что HBO решили расширять один из своих самых популярных активов с помощью спин-оффов. Благо Джордж Мартин для этого изрядно постарался, потому что создал множество сюжетов в Эстеросе, которые можно успешно экранизировать. За примером не нужно далеко ходить, ведь второй сезон Дома Дракона уже почти на пороге, и снова готов погрузить нас в войну Таргариенов. Но что же с другими спин-оффами, которых накопилось уже с десяток? Сейчас расскажем обо всем подробнее, потому что свежие новости как раз подоспели. Устраивайтесь поудобнее, ведь будет как всегда интересно. Начнем, пожалуй, с самого горячего обновления. Один из спин-оффов Игры Престолов обрел исполнителей главных героев. Речь о сериале «Рыцарь Семи Королевств», производство которого давно уже идет полным ходом. Небольшая справка о том, что это за история. Джордж Мартин написал несколько новелл в дополнение к своей флагманской «Песне льда и пламени». Первая повесть о Дунке и Эге была опубликована в 98 году и завершилась только в 2010. Это целая трилогия, состоящая из новелл «Межевой рыцарь», «Присяжный меч» и «Таинственный рыцарь», которые затем были собраны воедино и названы «Рыцарь Семи Королевств». В первом сезоне нового сериала ожидаемо будет адаптирован «Межевой рыцарь», действие которого происходит между «Домом дракона» и «Игрой престолов». Впрочем, вся трилогия развивается примерно за 90 лет до оригинальных престолов, а значит рассчитывать на появление знакомых нам персонажей не приходится. Да и события «Дома дракона» находятся слишком далеко в прошлом, поэтому ни один из героев также не должен появиться в новом спин-оффе. Как была объявлена Сира Дункана, Высокого сыграя Питер Клеффи. Актер не то чтобы незаезженный, его вообще можно назвать малоизвестным, а фильмография состоит буквально из пяти фильмов. Но это и к лучшему, ведь никто не знал в первом сезоне «Игры престолов» кто такая Эмилия Кларк или Кит Харрингтон. Так зрителю будет легче принять образ актера, независимо от его прошлых амплуа. Из интересного можно отметить, что Клеффи – бывший профессиональный игрок в регби, а значит в боевых сценах будет смотреться как надо. В мире кино есть немало отличных проектов, связанных с космическими путешествиями, таких как «Интерстеллар» или «Стартрек». Однако их все успели пересмотреть по несколько раз. Недавно на экраны вышел сериал «Хейло». Мы досмотрели второй сезон и остались в восторге. Сериал является адаптацией знаменитой игры и рассказывает о борьбе людей с союзом инопланетных рас. Захватывающая история и сильная игра актеров просто не позволяют оторваться от экрана. Премьера третьего сезона должна состояться в 2026 году. Сериал мы нашли в подборке «Космические путешествия», так что рекомендуем заглянуть тем, кто любит путешествия по иным мирам и футуристичные проекты. Помимо «Хейло» там есть и другие проекты, которые нас зацепили, например, научно-фантастический сериал с нотками комедии «Авеню 5». Он смог удивить нас достойной историей и неплохим юмором. Ничуть не меньше нас порадовал «Пантеон» – анимационный сериал с элементами киберпанка. Он сочетает приятную рисовку и потрясающий сюжет. Мы постоянно находим интересные проекты в каталоге онлайн-кинотеатра. В нем есть как новинки, так и классика сериалов с переводом на русский и оригинальной дорожкой. Все можно смотреть без раздражающей рекламы. И если вы тоже любите смотреть сериалы в дороге, то их можно скачать в приложении. Приложение позволяет скачивать их на телефон, чтобы смотреть их без интернета. А по промокоду Неспойлер30 от АМедиатеки вы сможете смотреть сериалы 30 дней со скидкой 30%. А вот оруженосца и помощника Дунка по прозвищу Эгг сыграет Декстер Сол Ансел. Ему всего 9 лет и кажется, что он идеально вписывается в свою новую роль. Впрочем, это будет его первая серьезная работа, не считая эпизодической роли в «Балладе о змеях» и «Певчих птицах». Интересно будет посмотреть на взаимодействие двух молодых актеров. Пожалуй, одна из главных интриг заключается в том, что один из главных героев принадлежит роду Таргариенов. Обойдемся без спойлеров, чтоб нас не закидали потом камнями те, кто читал первоисточник. Никаких других актеров пока не было объявлено, поэтому неясно, какие персонажи новеллы будут включены в историю. Кроме того, официальный синопсис гласит, что главные герои путешествуют по Вестеросу, общаясь с простыми людьми, а также с лордами и дамами, находящимися под властью Таргариенов. А те, в свою очередь, находятся на поздних стадиях своего правления. Это может разочаровать поклонников Дома Таргариенов, которые с нетерпением ждут появления драконов. В этом периоде времени их а-а не ожидается. Вообще, «Рыцарь Семи Королевств» находится в разработке с 21-го года, и за это время собралась весьма приличная команда. Например, пилотный сценарий написала Айра Паркер, работавшая над первым сезоном Дома Дракона. Сейчас же она выступит в качестве продюсера вместе с Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом, которые тоже продюсировали «Игру престолов». И, конечно, сам Мартин тоже выступает в качестве сценариста и исполнительного продюсера. Сказать, что каждый из членов команды опытный, не сказать ничего, поэтому сериал должен получиться интересным. Проводя аналогии, многие сравнивают «Рыцаря Семи Королевств» с «Мандалворцем» по вселенной «Звездных войн». И такое сравнение весьма оправдано, потому что мы будем больше погружаться в жизнь Вестероса за пределами борьбы за престол. Съемки сериала должны начаться уже этим летом, а премьера запланирована на конец 2025-го. Но, кроме «Рыцаря Семи Королевств», в настоящее время в разработке у HBO находится еще множество проектов по вселенной Мартина. Наверное, одним из самых ожидаемых из них является сериал о Джоне Сноу, о котором буквально на днях пришли неутешительные новости. Многострадальное, но желанное продолжение оригинальной «Игры престолов» долгое время не могло получить зеленый свет на производство. И хотя многие поклонники считали, что 2024 год не сулил хорошие шансы, чтобы работа над проектом наконец стартовала, произошло ровно обратное. Но давайте обо всем по порядку. Не секрет, что у сериала о Джоне Сноу был, пожалуй, самый большой потенциал ворваться в экраны всех фанатов оригинала. Как мы знаем, Кит Харрингтон и HBO несколько лет разрабатывали сериал, ориентированный исключительно на Джона. Впервые мы узнали, что он находится в разработке еще в 2022-м. Но спустя два года студия так и не заказала пилотную серию. И это уже был серьезный звоночек. В мае 23-го исполнительный директор HBO Франческо Орси заявила, что будущее Джона Сноу еще не определено, однако ведется активная работа с авторами. К тому же сейчас Харрингтон готовится к съемкам в третьем сезоне сериала «Индустрия», который принадлежит HBO. Естественно, эта история очень далека от «Игры престолов», но возвращение Харрингтона на HBO было хорошей новостью. Для начала работы над спин-оффом. Правда, среди фанатов мнения о продолжении «Игры престолов» в лице Сноу были неоднозначны. Финал предполагал относительно мирное будущее для Джона, когда белые ходоки побеждены, а его время борьбы подошло к концу. Так зачем ему возвращаться? Возможно, в сериале он мог бы вернуться в Вестерос в связи с каким-то событием, которое втянет его обратно. Таким образом, это могло сделать его гораздо больше, чем просто спин-оффом, потому что, учитывая хорошее отношение Джона с Эдичалами и устранение самой большой угрозы, не ясно, что ему делать за стеной. Вполне возможно, что мог появиться новый злодей, поскольку крайний север полон тайн. Сериал также мог быть более личным, рассказывая о его ранах и вине за убийство Дейнейрис. В общем, вариантов для развития было множество, однако на днях Кит Харрингтон расставил все по своим местам. В свежем интервью актер заявил, что сериала Джонни больше не в приоритете. Он подтвердил, что ранее проект находился на стадии разработки, но в настоящее время это не так и даже не обсуждается. Причина очевидная для многих – не смогли найти подходящую историю, чтобы рассказать ее, хотя сам Харрингтон надеется, что они смогут вернуться к проекту когда-нибудь в будущем. Осторожный подход к расширению франшизы «Престолов» понятен. Как известно, на пилотную версию еще одного спин-оффа под названием «Кровавая луна» была потрачена 30 миллионов долларов, а приквел «Долгая ночь» так вообще был отменен. Повторять эту историю боссом HBO не хотелось бы, поэтому логично, что рассматривается множество проектов буквально под лупой. Еще одно интересное обновление пришло от сценариста Матсона Томлина, который заявил, что сценарий для завоевания Эйгона уже в разработке. Спин-офф станет еще одним приквелом, и как «Дом дракона» расскажет больше о Таргариенах, история будет сосредоточена на покорении Вестероса Эйгоном-завоевателем. Однако, судя по всему, проект еще на самой ранней стадии. Томлин в настоящее время является единственным сценаристом, заявленным для участия в сериале. Для сравнения, в первом сезоне «Дома дракона» работали несколько авторов, и производство шло не то чтобы быстро. В зависимости от продуктивности Томлина, это может привести к более медленному написанию и более длительному циклу ранней разработки. К тому же в истории Эйгона, очевидно, будет больше сражений и драконов, что может продлить сроки производства из-за ресурсов, которые потребует производство. Однако информация от Томлина является отличным признаком того, что спин-офф может быть выпущен в течение следующих трех лет. Кроме того, появилась и новая информация о сериале про Корлиса Вилариана по прозвищу «Морской змей». Вместо съемок отдельной истории, которая, очевидно, невыгодна в свете работы над другими спин-оффами, проект станет анимационным. Он также раскроет больше подробностей о легендарных девяти путешествиях мореплавателя и молодости Корлиса. Еще один сериал также подтвержден, но работа над ним даже не началась. Это приквел, действия которого будут происходить за тысячу лет до событий оригинальной «Игры престолов». Наверняка вы догадались, что речь идет о проекте под названием «Десять тысяч кораблей». В центре сюжета будет принцесса Немерия, которая считается предком дома Мартеллов, основавших Дорн. Фигура в мире Мартина весьма знаковая, а учитывая моду на сильных женских персонажей, проект идеально вписывается в современные тенденции. Вероятно, сюжет будет сосредоточен на военных подвигах принцессы, и мы увидим своего рода сериал приключения без большого количества политических интриг. Кроме того, неподтвержденными являются еще несколько спин-оффов. Один из них имеет рабочее название «Блошиный конец». Действия, как несложно догадаться, должны развернуться в трущобах Королевской гавани, а точнее в самом бедном их районе, наполненном сомнительными личностями и заговорами. Кто именно будет в центре сюжета сказать сложно, но очевидно, что у сериала необычный подтекст. Также в арсенале имеется спин-офф «Золотая империя», который будет анимационным. О нем известно практически ничего, кроме завязки. «Золотая империя» будет посвящена древней и загадочной империи И.Т., которая располагалась на Дальнем Востоке Эссоса. Сама же империя вскользь упоминалась в книжном цикле, и ей была уделена буквально пара абзацев в энциклопедии «Мира льда и пламени». Интерес к ней вызван потому, что, согласно одной из теорий, возникновение империи может быть связано с долгой ночью, накрывшей Вестерос и Эссос. Также долгое время ходили слухи о приквеле, который покажет восстание Роберта Братиона, и сериале о приключениях Аарии в тех местах, где заканчиваются карты. Однако на данный момент информация о них окутана мраком. Как видите, мир Джорджа Мартина процветает, а HBO планомерно расширяет эту франшизу. В скором времени мы уже будем наблюдать за следующей главой «Танца драконов». А пока пишите в комментариях, какие спин-оффы вы хотите увидеть. И не забудьте указать, какие истории Вестероса можно еще успешно экранизировать для широкой аудитории. А может быть, мы что-то забыли упомянуть. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся в новых роликах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!